Привет всем любителям спорта! Если вы в последние 2-3 недели сосредоточили свое внимание на событиях зимней Олимпиады в Пекине, то могли незаслуженно, на мой взгляд, пропустить спортивное событие, которое проходили в нашем городе. Всем привет! Меня зовут Антон Погодин. В эфире программа «На спорте». И сегодня у нас в гостях президент Федерации спортивной акробатики Кировской области, отличник физической культуры и спорта Надежда Анисимова, также старший тренер сборной команды Кировской области, мастер спорта международного класса Максим Минин и мастер спорта, член сборной команды России, серебряный призер первенства мира 2021 года Александр Сосолятин. Никаких заслуг не забыл? Должностей? Нет, все в порядке. Здравствуйте! Надежда Юрьевна, Максим Дмитриевич, Александр Константинович, здравствуйте! Приветствую вас! Здравствуйте! Да, Надежда Юрьевна, Максим Дмитриевич у нас уже бывали в эфире, поэтому для вас, наверное, таким стрессом не является. Александр Константинович у нас впервые. Да. Не волнуйтесь, здесь никто никого не кусает. Обсуждаем спортивные вопросы, высшие математики, вопросы по высшей математике задавать не будем. Повод для встречи у нас сегодня достаточно приятный и достойный. Не так давно в Кирове прошел чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по спортивной акробатике. Соревнования проходили три дня на базе спортшколы номер один. И всего в личных и командных видах программы приняли участие более 400 спортсменов из восьми регионов ПФО. Я предоставляю слово участникам этих соревнований. Какими получились чемпионаты первенства ПФО для кировских акробатов? Надежда Юрьевна. Ну, я, наверное, больше со стороны организаторов расскажу. Действительно, традиционное мероприятие уже на протяжении последних нескольких лет. Кировская область становится центром проведения соревнований Приволжского федерального округа по спортивной акробатике. Ну, в силу объективных причин. Во-первых, это количество участников от Кировской области традиционно больше, чем от других субъектов. Во-вторых, территориальная Кировская область, город Киров, находится очень удобно в Приволжском федеральном округе. И всем субъектам добираться до наших соревнований очень удобно. В отличие от Башкирии, в отличие от Татарстана, потому что много спортсменов едет, отбираются по всем возрастам. Соответственно, необходимо выстроить и логистику, и размещение. Наш город очень удобен в этом плане и всегда гостеприимный для всех жителей, приезжающих, туристов, ну и в том числе спортсменов. Соревнования традиционно, опять же, проходят на базе первой спортивной школы, потому что это школа ведущая, которая развивает данный вид спорта. Имеет богатые традиции, заслуги, результаты. Очень много спортсменов, которые воспитаны в стенах первой спортивной школы, получили путевку в жизнь, стали замечательными не только спортсменами, но и тренерами, но и спортивными функционерами. Поэтому, продолжая эти добрые традиции, благоприятные стены, проводим эти соревнования на базе спортивной школы. Вот неделю, не так давно эти соревнования у нас завершились, завершились приятными для нас итогами. Это, конечно, победители в командном чемпионате Приволжского федерального округа. Ну и по видам, по возрастам, точно так же наши спортсмены очень много были на пьедестале и получили путевки для участия в соревнованиях первенства России в возрастах и чемпионат России, которые в скором времени состоятся в других субъектах. Вы сказали, с точки зрения организатора, с точки зрения, может быть, судей, все равно же продолжаете судить соревнования. Да, я судья всероссийской категории, для поддержания мы практику эту используем каждый год. А теперь хотелось бы узнать впечатление от прошедших соревнований от тренера, от Максима Дмитриевича, то есть насколько сложными выдались с тренерской точки зрения. Ну и потом Александру слово. Ну, скажу так, что мы к этим соревнованиям каждый год очень ответственно готовимся, потому что они важны для спортсменов, как проходной пункт на эти же первенства России, вот Надежда Юрьевна сказала, и чемпионаты России. Ну, как многие другие, мы столкнулись опять с проблемой немножко пандемии, то что многие дети болели и боялись, что мы вообще можем не выступить на этих соревнованиях. Какие-то у нас округа в других субъектах России перенесли даже на дальнейшие сроки, но у нас, слава богу, все состоялось. И дети все выздоровели вовремя, все подготовились и очень благополучно и удачно выступили. Практически все спортсмены, и первые спортивные, и города Кирова, и Кировской области, практически все, кто планировал, отобрались на все дальнейшие первенства России, чемпионаты России. Это нас не может не радовать, потому что мы готовимся к этому практически весь год. Ну и сейчас мы перешагнули этот, так скажем, барьер и будем немножко посвободнее дышать и готовиться уже к своим личным каким-то достижениям на первенствах России. Александр, вы как участник, какие впечатления оставил чемпионаты первенства ПФО? Что получилось лично для вас? В какой дисциплине выступали? Может быть, что-то нужно подкорректировать в дальнейшем? Мы выступали по программе 12-18 и 13-19 лет. Выступили достойно. В четверке, я понимаю, да? В четверке. Насколько достойно? Не скромничайте. Мы заняли два первых места и по 12-18 и по 13-19 лет. И это достойно? Ну, для членов сборной команды Российской Федерации это, да, достойно. Спортсмены скромные люди. Для них это достойно. Какие-то новые элементы, может быть, в своей программе использовали, оттачивали, готовились к дальнейшим более крупным соревнованиям? Мы показали весь свой опыт. Показали, что у нас есть маленькие ошибки, но мы их должны исправить на дальнейших соревнованиях, показать наше мастерство. То, что мы научились. А вообще, как долго готовили программу и кто были главными соперниками вашей в двух возрастных категориях по регионам? Кто стали вторыми в итоге, кто третьими? Слушайте, ну, второе и третье место также занял город Киров. То есть мы сейчас конкретно в четверках, в округе являемся сильнейшими. Раньше мы брали, например, из пермяков и татары нам составляли конкуренцию. Сейчас весь пьедестал вплоть до пятого места город Киров. И это очень замечательно. Причем это становится уже доброй традицией. В прошлом году точно так же на отборе на первенство Приволжского федерального округа по возрасту юношескому на первенство России из шести отобравшихся четверок Приволжского федерального округа пять были кировских. Поэтому, ну, это уже заслуга, конечно, и спортсменов, и в большей степени тренеров, которые также выросли из спортсменов. Вот и Максим Дмитриевич сам выступал в свое время в четверке. И вот сейчас он передает не только свой опыт спортсмена, но и уже там тренерский, педагогический талант свой оттачивает на своих воспитанников. Это такой многолетний знак качества. Совершенно верно. А в связи с этим такой вопрос. В чем секрет доминирования кировских акробатов? Это домашние стены или уровень мастерства наших спортсменов и тренеров настолько выше конкурентов, что они не могут к нам подобраться на протяжении последних, ну, сколько лет? Десять, наверное, если я не ошибаюсь, или больше уже? Вы знаете, тут все в комплексе можно оценивать. В первую очередь, конечно, это, опять же, те традиции, которые развиваются на территории Кировской области и города Кирова. То есть это тот опыт, та история, которая передается из поколения в поколение. То есть спортсмены вырастают, учатся, получают высшее образование, возвращаются в спортивную школу, и вот как раз преемственность поколений дает такой результат. У нас очень развиваются хорошо тренерские вот эти вот традиции, когда дети тренеров в свое время выступают, добиваются высоких результатов, дальше приходят тренировать сами. Да, опять же, ну, Максим Дмитриевич начинает эту традицию, да, вот, у нас есть Елена Евгеньевна Пантюхина, у нас есть Касьяновы, у нас есть Воронцова Евгения Михайловна, Наталья Сергеевна. То есть это вот как раз залог того результата, который мы на сегодняшний момент показываем. И я всегда говорю о том, что невозможно достичь высокого результата, действуя в одиночку. Поэтому, конечно, вот это командный дух, когда все вместе работают на результат, не только тренеры и администрация спортивных школ, и доктора, которые сопровождают спортсменов, и родители, которые психологически поддерживают детей и работают вот в этом тандеме вместе с тренерами, вместе со спортсменами. Вот только командная работа, командный дух дает вот тот результат, который мы видим на протяжении последних нескольких лет. Тогда такой вопрос. Что волнительнее и тревожнее наблюдать со стороны за спортсменами в качестве тренера, в качестве судей президента региональной федерации или в качестве спортсмена выходить и показывать все свое мастерство? Ну вот я лично от себя хочу сказать, что проще выйти самому и сделать свою работу, чем наблюдать за воспитанниками. Потому что ты знаешь, что ты делаешь, ты знаешь, какие у тебя мысли. Ты, да, в детях уверен, но в голову не залезешь, что у них творится. Мне легче было выходить всегда. Александр, какие эмоции, впечатления, может быть, остались? Насколько было волнительно выходить? Было очень волнительно выходить на ковер, когда смотрит ваш тренер, и ты хочешь показать наше мастерство, которое мы с ним вместе готовили. Хочешь удивить его чем-то. То, что мы не зря работали все вот это время. Ну, я ребятам всегда говорю, что да, есть судьи, есть зрители, но сделайте так, чтобы вы понравились тренеру. Если тренеру понравится, значит выступление удалось. А что может быть легче эмоционально, психологически выступать первым, либо в середине, либо в конце? То есть как вот это как-то влияет на эмоциональную подготовку и на настрой спортсменов? Да, мне кажется, это влияет, но в данном случае, когда мы выходим, мы делаем всю свою работу, которую должны и занимаемся. Независимо от того, первый ты или последний, но есть такое, как бы у спортсменов, то, что последнему немножко попроще. Уже судьи посмотрят на остальных, пойдет какое-то сравнение внутреннее у каждого судьи, и ты уже на самом деле покажешь себя на уровне других. А когда первый выходишь, они не знают, с чем сравнить, хотя должны, в принципе, судить правила, а не сравнивать. Вот последнему немножко, скорее всего, попроще. Но с другой стороны, когда выступаешь последним, ты уже знаешь, какой уровень показали твои конкуренты? А лучше не смотреть. Лучше не смотреть, абстрагироваться, отойти, вообще не заглядывать ни в оценки соперников. Да, ты слышишь, как там аплодируют им, ты слышишь, как тренеры довольны другие своими воспитанниками, но ты, в первую очередь, думать должен о своей работе. Сделаешь свою работу хорошо, несомненно, ты получишь заслуженный результат. По итогам чемпионата и первенства ПФО, я так понимаю, что наши спортсмены успешно отобрались на чемпионат России. Первенство России в трех возрастах и чемпионат России. Где они пройдут, когда и когда начнется подготовка. Подготовка уже началась, уже началась вчера. Первенство России 11-16, 12-18 у нас пройдут в конце марта в Свердловской области. Первенство России возраста 13-19 у нас пройдут чуть позже в Ярославле. Чемпионат России 16-22 мая поручено, позволено, доверено провести городу Кирову. Поэтому мы будем принимать первые номера сборной команды Российской Федерации в мае месяце, после майских праздников. По итогам уже чемпионатов и первенства России отбор будет на мировые первенства. Я правильно понимаю? Такой алгоритм? Немножко не так, наверное, коллеги поправят. Отбор, в принципе, идет в несколько этапов с разных стартов. Вот, например, Александр и Максим Дмитриевич едут в ближайшее время, уже буквально они 27-го числа отправляются у нас в Баку, в Азербайджан, на мир. Соответственно, они отбор прошли в прошлом сезоне. По рейтингу. Был отбор по рейтингу, а вот сейчас после первенства России уже состоятся... Ой, после первенства мира, извиняюсь, состоятся первенства России, чемпионат России. Но здесь, к сожалению, отбор уже никуда не идет. Он чисто на рейтинг, на дальнейший идет уже. О чемпионате мира, который пройдет в Баку, та программа, которую вы сейчас показывали на чемпионате первенства ПФО, есть какие-то элементы, которые будете показывать в Баку? Или это совершенно другая программа и подготовка-то совершенно другая? Нет, мы как раз-таки здесь опробовали ту программу, которая должна быть на первенстве мира. Но есть один момент, даже не один, который я поменяю, что-то откорректирую. Но это уже такие мелочи, которые не сильно изменят нашу вот эту вот составляющую композиции. С какими... в каких возрастных группах там участие? Ну вот сейчас у нас как раз-таки четверка, мужская по 12-18 едет в возрасту. Мужская пара у нас черных делендиев едут по 13-19 лет. Женская пара Наговицына-Новоселова по 12-18 лет у нас. И женская пара спортивной школы номер 8 едет по 13-19 лет. То есть представительство достаточно высокое. Да, 4 состава от города Кирова. Это очень здорово. Причем 4 состава первым номером едут. Это даже не второй номер, не добор, а это именно первые ведущие составы сборной команды России. Другие регионы могут похвастаться столь большим представительством на чемпионате мира? Или сборная из Кировской области? Наши спортсмены это костяк сборной. Давайте будем думать, что мы в нас больше всех боитесь. Давайте будем надеяться, что нас поедет не только больше всех в Баку, но и кировские спортсмены оттуда привезут больше всех медалей. Да, мы будем на это очень надеяться. Большое спасибо. Я напоминаю, что сегодня гостями программы на спорте была Надежда Юрьевна Анисимова, президент Федерации спортивной акробатии Кировской области, мастер спорта международного класса Максим Дмитриевич Минин, а также мастер спорта Александр Сосолятин. Большое спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. На спорте.